Приветствую, Церковь! У нас есть еще немножко времени почитать Слово Божие. Откроем книгу притчи, 22 глава, 28 стих. Книга притчи, 22-28. Звучит так. «Не передвигай межедавний, который провели отцы твои». «Не передвигай межедавний, который провели отцы твои». Признаюсь, это слово было вдохновлено или вдохновило меня после того, как мы рассуждали о нем. Разбираю книгу притчи и стал размышлять, друзья. Сегодня хочу говорить на такую тему «Не передвигай межи». Должен признаться, не знаю, как вы, находясь уже не первый год в церкви, читая Библию, никогда как-то сильно не вникал в это слово «межа». Даже не знал, где ударение, это правильно ставить, если честно, старое русское слово. Всегда думал, что межа – это граница какой-то определенной границы. Рассуждали, начал что-то изучать, исследовать. Оказалось, немножко интереснее, намного интереснее, скажем так. Библейское понятие межа, кто по-фински мыслит, то же самое по-фински обозначает «рая» или «рая мерки». То есть тем самым есть еще такое библейское слово, понятие или словосочетание «межевой камень». То есть речь идет, что такое межа. Серьезное дело, потому что Библия говорит «не передвигай», что-то нельзя передвинуть, передвинешь, будешь нести последствия. Об этом в Библии сказано, об этом понятие «межа». Пять раз я четыре места Писания с вами прочитаем вместе. Пятое не сильно сегодня относится сюда, книги Иова точно так же есть о межах. Итак, межи, друзья. Что такое межа и что нельзя передвигать? Ведь знаете, как это бывает? Мы как уборщики, когда заходим в помещение, где нас просят убрать или вы где-то занимаетесь порядком, и что-то тебе мешает, ну, ты так смотришь на это и понимаешь, надо сдвинуть, надо убрать, надо на место положить. Но имеешь ли ты право это сделать? У нас в уборке есть интересное такое правило, когда мы убираем офисные помещения, есть стол, за которым работает человек. Это тоже точка, которую мы убираем. Есть такое правило, что на столе у человека, у нашего клиента, я не имею права двинуть ничего. То есть, если у него на столе бардак, простите за это слово, то я вытру пыль вот там, где я могу. Не имею права. Вообще-то, это правило. Если я начну у него порядок наводить на его столе, кому-то это, может быть, даже понравится, кому-то вообще не понравится. Но так или иначе, есть определенное правило, которое нельзя нарушать. Не трогай, не твое, не имеешь права сделать то, что имеешь право. Друзья, в духовном плане то же самое. Что же такое межа? Есть определение. Межа – это разделяющие знаки, часто использовались для того, чтобы отметить важные пункты на границах между странами или между органами местного самоуправления. А также для отметки границ, частных земель и использования природных ресурсов, особенно в тех местах, где заборы или стены непрактичны или не нужны. Знаки обычно размещают так, чтобы они заметно выделялись среди окружающей местности. Итак, друзья, межа – это знак. Это нечто, что показывает тебе и мне, где проходит граница. Это не совсем граница. Это точка определенная, от которой идет граница. И вы знаете, что интересно, как мы здесь прочитали в определении, межи используют там, где не нужны границы. Межей достаточно для того, чтобы человеку, который понимает, что есть границы, мне не нужно ставить межу. Наверное, и вы замечали это, и кто-то у вас, приезжая с наших стран, где мы родились, многие, одно из первых замечаний, которое было, а где же ваши заборы-то? А как это у вас, вот этот кустик, это забор, что ли, который в виде туи какой-нибудь, или там еще какого-то кустарника растет? Это и весь ваш забор? Ну, мы говорим, ну, как бы да. А как нормально вообще у вас тут все? И вот этого достаточно тебе с твоим соседом? И мы говорим, ну, вполне. Почему, друзья? Ну, не нужно там границы заборы, где есть понимание, что не переходи границу, правда? И этого достаточно. Есть межа, есть этот камень, есть точка определенная, и нам достаточно. Нам не нужно строить высокие заборы. Человек понимает, это моя территория, это твоя, я при всем уважении не перехожу границу. Межа – интересное дело, потому что Писание говорит достаточно строго. Но мы, например, во второзаконии читаем еще один текст о межах 19.14. Второзаконие 19.14. «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки и удели твоем, доставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Уже заповедь. Не двигай, говорит, этот камень, потому что, сдвинув его, ты можешь очень много чего нарушить. И тебе кажется, да ну мелочи какие, немножко подвину. Знаете, в моем детстве был такой случай, уже здесь в Финляндии. Был летом помощником у одного фермера, который имеет земельные участки, а у них большие земельные участки, и поля, и леса. И уже, наверное, с вами делился, как-то, может быть, и... Ну вот это к этой теме. Мы едем с ним на машине, едем-едем, лесная дорога. Для меня лес так как лес. Везде эти елки, березы, и все, что там растет. И вдруг мы останавливаемся посреди дороги, посреди леса, и он говорит, приехали. Я спрошу, куда? Он говорит, ну, мой лес заканчивается здесь, дальше не мой. И я думаю, интересно, как это ты определил. Лес как лес. На мой взгляд, все одинаковые деревья, и нету ничего. А он, выходим из машины, мне показывает. Вот смотри, вот этот камень поставил мой дед. И на этом камне, оказывается, есть, даже гравировочка есть. Небольшая, как штампик. До Сёдова ты можешь сделать. Дальше нельзя. И это серьезно. Знаете, я тогда уже, помню, немножко стал удивляться по жизни. Думаю, ну ничего себе, честные люди. А вот как вот это дерево, которое вот наклонилось вот с твоей территории на моё. Вот яблоки, если падают ко мне. С кем-то из братьев мы разбирали эту тему. Это они чьи? Если они ко мне упали. А растут на твоём. Понимаете, о чём идёт речь? Почему Библия говорит, именно не передвигай там границы? Межу, говорит, не трогай. Межа установлена. Межа древняя. Её провели отцы. Кто-то когда-то поставил границы. Кто-то когда-то поставил вот это определённые координаты, за которые тебе нельзя переходить. Просто знай это. Как бы Библия рассчитывает на то, что у нас есть совесть, друзья. Библия обращается к народу Божьему. Мы сегодня участвовали в заповеди. Есть межа. Она есть. Её никто не передвигал. Она настолько древняя. Она может быть незаметная. Хотя стараются её делать заметными. Слушайте, когда начал изучать этот вопрос, у нас здесь в Финляндии, оказывается, у нас здесь страна как бы христианская. И вот как раз-то заборов не так много, а межа и много. И сколько же, оказывается, людей, знаете, там ругаются, судятся. Потому что кто-то, что-то, если сдвинул, или камень вот этот зарос, и кто-то не сильно искал его, говорит, мы приехали, посмотрели, нет ничего, давай. И знаете, что делают люди недобросовестные? Они, когда межу не нашли, они быстренько определили, вот здесь вроде так, да, и быстрее забор ставить. Знаете, на что рассчитываю? Что, как бы, если я забор поставлю, то, значит, это и есть граница. Ничего подобного. Приходят люди с какими-то там такими старыми картами, с какими-то документами, и говорят, ну, два метра, два шага отступили. От кого? От межи. Не очень сильно захотели искать её. Ну, потому что она невыгодная, правда? Да и кто в этом лесу поймёт? Ну, какая тебе разница? Вон, Финляндия, огромная страна. Иди себе строй, я не знаю, что делай. Куча земли. Знаете, серьёзный вопрос. И мы говорим, что Библия предупреждает, значит, опасность этого всегда присутствовала. Что мы немножечко, чуть-чуть двигаем. Двигая один камень, представьте, если вот камень, например, определяет угол, участка. Ты ж серьёзно, сдвинь его в эту сторону, это ж сколько земли заберёшь. А в эту сторону? Серьёзно, в квадратах там уже большие будут прибыли или убытки. Но есть над всем Господь, друзья. И он предлагает тебе и мне, каждому из нас, это заповедь. Не делай этого. Когда ты рассчитываешь на совесть христианина, верующего человека, таким людям достаточно камня. И Бог говорит, не делай этого, потому что это нарушение заповеди. Знаете, друзья, я увидел, что, просматривая, вспоминая своё детство, ух, как я хотел, чтобы эти межи были, передвигались. Вспомните то время, когда вот эти километровые брозды с картошкой на этих полях, бывших колхозных, мы стали засаживать. Ух, как я мечтал, чтобы папа посчитал меньший броз, чем нужно. Но когда нам нужно чего-то собрать, мы чего-то хотим. Нет, вот отсчитаю тут именно вот эти двенадцать. Мне бы десять хватило, мне кажется. Мне бы вообще пять хватило, а ему двенадцать надо. Мы опять, торгуясь со своей совестью, со своими какими-то мотивами, не всегда понимаем серьезность, границ. Но они есть. Они есть, и Писание об этом говорит ни один, ни два раза. Друзья, с этим очень сильно связан другой момент. Как-то не так давно разговаривали о том, а где вот эта вот древность-то, ну, межу, которую отсытываю, давняя межа, провели. Может быть, сегодняшние границы установленные, они и есть правильные? Есть нечто древнее. Вот, знаете, когда читаешь Слово Божие, вы его читаете, вы знаете, вы видите, там вот Иисус, например, говорит, помните, даже в Нагорной проповеди есть такие мысли, написано, да, или сказано, да, там, не убей. А Иисус говорит, а я говорю вам. Вот что Он делает? Он двигает границы, межи передвигает, или Он, наоборот, их возвращает на место свое. Что так не нравится? Уже поставили границы, уже все нормально, уже договорились. Знаете, как в новейшей истории, прямо сейчас пишется история, границы. А какого границы, какого года вы хотите, чтобы были? 91-го, 17-го, 39-го, если о Финляндии говорим, 45-го. А какие границы будут границами? Это интересно. Иисус пришел и начинает что-то двигать. Он говорит, там четко все написано. А я, говорит, говорю вам, двигайте дальше. Ты такой, ну-ну-ну-ну-ну, уже все нормально, уже все хорошо, служение идет, все поставлено. А нет, приходит Бог в жизнь своего народа, церкви, и говорит, эти заборы человеческие. Я пришел поставить правильные границы. Двигай. И знаете, что они ему сказали? Они сказали на крест. Ты со своими межами идешь на крест. Мы не согласны. Но он пришел и сказал, есть точки координат, по которым отмерил великий Бог. Это и есть, друзья, давняя межа. Слава Иисусу Христу. Я не знаю, сколько вы думали об этом, я серьезно об этом размышляю. И эти межи в нашей жизни, они повсеместны. Я когда начал на эту тему размышлять, я подумал, слушайте, да не везде межи. Есть граница, есть межи. Границы нередко установлены людьми по каким-то там своим предубеждениям и корыстным целям, и разным целям. А есть межи. И они действительно серьезны. Вот они и есть определение того, что является Божьим. Например, межи в семье, там же можно взять воспитание детей. Правда? Есть межи, есть камень вот этот определенный в отношениях мужа и жены. Правда? Можно границы выставить, а можно по межам идти, которые Бог определил. И тогда границы не нужны. Правда? Вот здесь мы возвращаемся к вопросу. Иисус очень странно сказал, люби Господа Бога твоего и ближнего твоего на этих двух весь закон. Все границы на двух. А как это? А вот так это, друзья, оно так и есть. По вертикали люби Бога и по горизонтали люби ближнего. И если у тебя сердце чисто и у тебя там с совестью все хорошо, Дух Святой не огорчен в твоей жизни не переступишь границы никогда. Тебе не надо ставить границы. Ты прекрасно знаешь, где проходит граница доступного. В семье, правда? Если только муж или жена переступает определенные Богом установленные границы, рано или поздно придет крах в этой семье. Воспитание детей точно так же у дети наши. Краса жизни, цветочки жизни нашей. Давайте уберем у них, как этот мир сейчас нередко проповедует. Далой границы. Я вам хочу сказать, друзья, хотел бы и себе и вам, всем нам сказать, давайте не просто границы ставить, а межи находить в воспитании детей для того, чтобы потом иметь благословенное наследие от Господа. А они есть. Они есть давние. Ну, про семью. Помните Иисус про разводы? Помните, он сказал, Моисей позволил по жестокосердию вашему, да? А что он говорит дальше? Не было вначале так. А ведь Моисей уже сказал и уже записали. И вот это жестокосердие мы перескакиваем и говорим, ну так, и давай за границей биться. И сегодня, друзья, люди за границей бьются. И все впустую. Почему? Потому что однажды придет Господь и скажет, есть границы мои установленные. И их нужно найти. Если ты очень сильно захочешь, ты их найдешь. Друзья, в служении правда есть границы? Четкие есть границы, прописанные в Писании. Не можешь ты переходить границу. С кем ты имеешь дело? Каким служением ты занимаешься? И не переходи границы. Рано или поздно придет Господь и поставит точку на тебе или на мне, если я эти границы нарушаю. Но они есть, они давние. Если у человека все там чисто, никогда не переступит. И этому человеку не надо ставить границу и говорить, слышишь, я не понял, что ты здесь делаешь? Зачем ты вникаешь в то, что тебе не поручено делать? Правда? Такой человек никогда в своей жизни не узнает и не услышит, потому что у него межи выставлены от Бога. И он будет своим делом заниматься четко в тех границах, которые Бог ему определил. Это территориально, это в отношениях, это по вертикалям власти и так дальше. Друзья, я думаю, вы все взрослые люди меня понимаете прекрасно. В работе правда есть межи, они есть, а есть договора. Зачем договора? Мы договорились с тобой и все сделали. Бог говорит, и так хорошо. На самом деле, помните, как Иисус приводит пример, я же с вами договорился за один, да, динарии, или сколько там было цифр. Ах, если бы был договор, там бы было четко прописано, да, не важно, когда ты начал. в начале дня, в середине или в конце. Так или нет? Какие претензии к начальнику? Он начальник, в конце концов, все хочет, то и делает. Ну, Иисус так и сказал. Или что, ты моей доброте противишься? Это ж мое, я не твое отдаю. Ах, если бы был договор. Но Иисус говорит, да, не нужен договор. Я вас влеку, влеку, влеку к высшей степени, давние, не передвигай их. И тогда благословенный труд и благословенная материальная почва и все, что есть. Еще один момент, который я отмечу, друзья, традиции. Почему взял традиции? Вот когда мы разбирали вот это межи, вот эти передвигающиеся или остающиеся на месте, был задан вопрос, а вот у нас такая церковь интересная, люди с разных мест приехали. И вот интересно, а где вот эта межа, которую установили отцы? Где она должна быть? Куда ее можно двигать, а куда нельзя? Вы знаете, вот интересно действительно, а вот кто в ковчеге вырос, у вас есть межи? Кто не приехал ниоткуда? Вы знаете, где межи выставлены? Петром Потапенко, нашим почетным пастором, Виталий сегодня, старший пастор, где межи? Знаете, когда это проверится, когда у нас обстоятельства погонят, и мы окажемся в других церквах, и ты удивишься, как хорошо было в ковчеге. Знаете, почему? А потому, что там были межи выставлены, ну, как-то все так было ясно, все так понятно, туда приехал, в одной церкви тебя одевает, другой раздевает, в одной заставляет руки тянуть, хлопает, другой, наоборот, запрещает. Мы еще не знаем, что такое двигаться, друзья. Но, знаете, что я хочу сказать, есть межи давние, от Бога установлены, где бы ты ни был, Бог знает, как, где проходят границы. Почему я об этом говорю? Ну, потому, что я, конечно же, и там уже делился, что, не знаю, как бы я себя вел, если бы я где-то бы вот закинул, а мы еще не знаем, может быть, так придется. Но одно могу сказать, знаете, есть нечто, что в тебе заложили, если те с братьев и сестер, которые приезжие, я уверен, что там, где вы познали Господа и встретились с Ним, есть нечто то, что есть межа Божья, установленное вашими отцами, духовными отцами. Вот с этим можно приехать и в другую церковь, и оно никогда не будет служить к разделению. Можете сказать аминь? А вот если то, что заложили в тебя отцы, и ты приедешь в другое место и начнешь там как-то, знаете, вот, ну, выглядит это всегда странно, знаете, человек приехал из очень строгой церкви и вдруг, как он только попал в более свободную, но бедняга во все крайности в другие. И ты думаешь, да выглядит это даже внешне, не честно, не верится в это. Так же и в другую сторону. Кто был, знаете, такой свободный, вдруг в такую строгую церковь вдруг переехал, ты смотришь, весь такой, ну, прям преобразился в другую сторону. Обычно это сестер, конечно, касается, и вы уж извините, братья как-то стабильненько идут в межей, у них там какие-то свои в основном. Сестры, смотришь, такая была, вся такая вот такая вот, а приехала в такую другую церковь, такая вся, оп, уже другая. Ну, я чтобы не перейти ваши границы, знаете, понимаете, о чем речите? И ты смотришь, и ты понимаешь, да не верю я тебе. Это бунт, что в одну сторону, что в другую. Это бунт, что в одну сторону, что в другую. Есть межи давние, держись, евангельского какого-то понимания. Тебя же воспитали, ты же с Богом встретился или нет? А если еще не встретился, добро пожаловать, будем здесь вместе молиться. Бог, вот знаете, я думаю, презирает вот это передвижение межей. Он говорит, не делай этого, не пытайся подстроиться по то общество, куда ты переедешь или переехал уже. Будь тем, кого тебе определил быть Бог. Это и есть твоя драгоценность. Это и есть то, что есть важное в тебе. Это и есть то духовное, ценное. Бог очень сильно смотрит за межами, друзья. И вы знаете, почему очень важно наблюдать, чтобы эти межи, границы не двигать? Потому что сегодня сдвинув одну границу, завтра ты сдвинешь вторую, а послезавтра ты заповедь сдвинешь. Вот так человек устроен. А то где проблема? Бог насадил сад в Эдеме. Много ли он там заборов поставил? Поставил межи четкие и определил. Ну вот мы такие, вот так, вот бывает. Двигаем, а потом удивляемся. Что нас с Эдема выгоняют? А что-то вы меня выгоняете? Что я страшного такого сделал? Помилуй нас Господь, друзья, межи давние. Он говорит, не передвигай, это серьезное нарушение. И вы знаете, справедливый вопрос и задали мне, когда мы рассуждали на эту тему. Ну так а чего теперь надо всем идти вот так, как ты научен, никуда не двигаться? А вдруг ты внутри Мартин Лютер, такой реформатор? Там лежал Кальвин какой-нибудь, я не знаю, еще кто-то. Что, все должно быть вот так, как и было? Не знаю, как вы бы ответили на этот вопрос. Я так скажу, размышлял над эту тему, как-то молился. Я опять вернулся к Матью. Если твои мотивы чистые, они вот такие святые, в самом полном понимании этого слова, то можно двигать. Может быть, кстати, ты и будешь тот, который передвинешь. Как про Лютера мы говорили. А что Лютер двигал? Да двигал, который, сколько там, десять веков уже все было установлено, все нормально уже работало, и вдруг появляется этот. А что он предложил сделать? Да просто вернуться к межам. Так или нет? Или как? Иисус для чего пришел? Вернулся к началу. Еще помните, у Иоанна есть такое, заповедь не новая даю вам, заповедь древняя, которую вы слышали от начала. Вы слышали ее от начала. Ты слышал ее от начала. И вот на тебе ответственность. И вот эти межа, Бог говорит, не передвигай их. Если у тебя чистые мотивы, и через тебя Бог и церковь реформирует, и преобразит, и может быть застой какой-то, который был, через тебя Бог пробуждение принесет. Вопросов нет. Касается, у меня времени сегодня нет, можно было там детально разбирать, и музыкального служения, и проповеди слова, и формы служения, все что угодно. Помещение. Друзья, если чистые мотивы, знаешь, чем ты займешься перед тем, как что-то ломать? Ты углубишься в истину Слово Божье и начнешь искать давние межи, а не те, которые тебе вдруг прилетели с ветром каким-то, к учению или еще чего-то. Правда, это возможно. Это возможно. Церковь никогда не оставалась на месте, она двигалась со временем, да, но межи никогда не передвигались. У Церкви Божьей не передвигаются. Поэтому помоги нам, Господь. Друзья, интересно, вместе с этим, когда размышлял или изучал момент финских вот этих райопюйки, да, границы определенные, выяснил такой факт, думаю, что это достаточно достоверно, что когда вот не определиться, знаешь, ты говоришь, камень должен быть здесь, а этот говорит, нет, камень должен быть здесь. Вот. И вот что сделать? Два правых человека, куча юристов, да, там еще что-то. Знаете, что они нынче делают? Они нанимают такую службу, фирмы такие есть, и выставляют по GPS точкам какие-то, какие-то координаты. И вот, ты знаешь, там так тяжело обмануть. Вроде, как бы мы тут строили с тобой, уже на компромисс были готовы, а тот приходит и говорит, слушайте, а давайте сделаем вот это, в кавычках, ДНК всего вот этого. Вот изучим, вот что там такое? Где? Где был гнилой мотив у кого-то? Поднимают какие-то документы, а там есть обычно вот эти географические точки, да, координаты, долгота, там широта. Вводят там в какую-то там машину безмозглую с процессором. Она такая там с космоса что-то посмотрела и говорит, не ты не прав, не ты не прав. и вот здесь момент истины. И что же дальше? И куда-то подвинет. И говорит, вот вам факты, а вы уж дальше разбирайтесь. Не знаю, помог он или нет, или наоборот еще ухудшил ситуацию. Но вы знаете, что я хочу этим сказать? Что есть Бог, у которого такой GPS, кавычках, что если мы захотим очень сильно, вот если ты правда хочешь разобраться, не свою правду отставить, а хочешь правду, истину, говоришь, давай, заказывай. Будем делать отметки GPS. Вот если с таким настроем, такие люди быстро найдут правду, правда, что мы боимся? Вдруг этот GPS покажет и мой забор, на котором росла моя малина, окажется малиной не моей. Ну так или нет? Да я еще десять раз подумаю, нужно мне это вообще или нет. А с другой стороны, если захватить пару яблонь соседа, ну давай, правда, о мотивах идет речь. Вот почему, друзья, как я начал думать, размышлять, не всегда-то мы сильно и хотим вот этой Божьей, даже не в кавычках, а на самом деле истины. Потому что вылезут такие факты, которые тебе вообще будут неудобны ни одному, ни другому. Но с другой стороны, ведь мы же все пред Богом ходим. Есть точки, координат, которые установил Господь. Они называются межой. Еще один момент, и войдем к молитве. Друзья, в притче 23, 10-11 сказано, не передвигай межи давние, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен. Он вступится в дело их с тобою. Коротенько. Это к сильным. С одной стороны, не пользуйся тем, что кто-то просто не может тебе ничего ответить. Знаете, как это бывает? Я там им как дал, как следует, им и сказать было нечего. Будь осторожен, душа. Придет Господь, защитник их, и выставит межи так, что мало не покажется. С другой стороны, вот эти слабые, подсиротами подразумевается слабая прослойка населения, незащищенные люди, не могут за себя постоять. Моли Бога, помни, у тебя есть защитник, все, Виталий говорил, заступника. Есть защитник. Ты можешь или злиться на него по жизни, что он сильный и двигает межи постоянно, границы, забор передвигает. А можешь в смирении воззвать к защитнику и сказать, Господь, я не могу ничего сделать, он сильный, я слабый, но есть ты, великий Бог. Все отдаю в твои руки. И Бог говорит, я приду, я приду с такими датчиками, с такими картами, я поставлю все на место. Рано или поздно, и все будет так, друзья. И в конце, второзаконие 27.17. Второзаконие 27.17. Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет, дай, Господь, друзья, на мне передвигать межи давние, и ближние, и давние. Вообще, чтобы в нашем сердце не было такого, Господи, да мне не нужно ничего не моего. Есть межи твои, установлены тобой. Я верю, что это единственное есть благо, благословение и справедливость. И Бог нам поможет, если мы будем держаться этого, друзья. Мой сегодня призыв, чтобы помолиться. Виталий уже сказал, мы позовем сюда нашу группу музыкальную. Сейчас будем петь, соберем материальное пожертвование, мы встанем. А за что будем молиться, друзья? Хотелось бы молиться за то, что если ты чувствуешь в жизни твоей почему-то что-то не так. Совесть, например, где-то там что-то говорит. Стоит помолиться и сказать, Господь, а может я где-то межи нарушил, может я сдвинул что-то, что нельзя было сдвигать? Бог благ, он может напомнить, он может сказать, да, ты перешел границы и сегодня несешь возмездие. Но он же есть тот,